привет флорин до плюс 5 отправили отправлю вам солнышко и тепла немного скажите только куда в какой город воронеж плюс 5 понятно все ребят уже 1031 давайте начинать так я нахожусь на площади николы пашеча и она является самой молодой белграде построена она была в 1953 году а строительство началось где-то вот после второй мировой войны раньше здесь проходили трамвайные пути старые здания стояли мэрия на тот момент решила все это убрать сделать ее такой пешеходной то есть она должна стать местом прогулок своего рода а до 1992 года площадь называлась площадь маркса и энгельса вот это памятник николе пашечу это бывший мэр города также он был главой правительства королевства сербов хорватов и славянцев так а вот это здание высотная за памятником это дом союза она была построена в период 47 55 годов 1900 и строилась как место проведения культурных мероприятий кстати в этом здании есть орган концертной и он по моему 1958 года а вообще этот двор как бы известен знаете как называют мтс двор она тут компания мтс я так понимаю что просто двор мтс что ли вот такое общее название если мы пойдем за это здание можно пройти через арку вот ту либо по дороге то там будет гостиница москва на всем солнце отправляю все солнце иди вот видите уже ушло теперь я без солнца с вами поделился так а вот это фонтан он был построен в 1959 году у меня даже есть фотография сейчас покажу вам вот так площадь выглядела еще фонтана не было видите как она эта фотография как раз и сделана с мтс двора на создание такой фонтанчик на противоположной стороне дороги это исторический музей вечером здесь все подсветка работает ну и так прикольно смотрится хорошо фонтан еще не отключили хотя вроде лето уже закончилось а в этом музее как бы ведется история и ну и документирование сербии стоит с доисторических времен до наших дней сам музей был основан в шестьдесят третьем году 1963 его коллекции хранится около 35 тысяч экспонатов а вообще изначально она строилась как здание банка такое на огромное здесь был аграрный банк его строили период 1932 по 1934 года и он был на тот момент как бы один из последний даже банковский дворцов белграда межвоенный период это здание должно было как бы оцелетворить оцелетворять олицетворять извиняюсь политическую и экономическую мощь страны он реально прям огромное если подойти ближе ощущение что оно прям давит да мне вот не нравится когда кондиционеры стоят на фасаде здания они вот весь вид на самом деле портят как бы все усыпано виде каждым отмеками заняну без них здесь не было жара то здесь под 40 лет а бывает поэтому вот так да летом под 40 пойдемте пойдемте в сторону пионерского парка там есть два дворца старый новый дворец пока у меня красный сажу вам у вас лето кончилось поэтому и фонтан отключили у нас продолжается здесь-то они тоже батареи включали неделю назад сейчас отключили видимо посчитали что лето вернулось а еще бывает знаете днем как бы батареи греют а ночью просто отключают ночью встаешь и холодно экономят наверное так вот это пионерский парк на у детей тоже экскурсия вот это старый дворец по левую сторону тоже к нему подойдем там новый дворец эти дворцы как бы являются первыми дворцовыми комплексами сербии и строили для правящих династий абреновичей и караджорджевичей а вот на месте парка до 1840 года была болотистая местность этот участок засыпали землей его по моему приобретал ну а на тот момент одних такой один из самых Знаменитых и влиятельных людей в Сербии Я помню, что фамилия Симич у него В общем, он построил здесь особняк Ну, а который Позже получил название Старая резиденция Участок этот выровняли Засыпали землей Вот так это выглядит Вот он, старый дворец Надо чуть подальше, чтобы весь в кадр вошел В 1882 году вот этот особняк Вместе с садом Приобрели для размещения в нем дворца Короля Милана Абреновича Колонны такие Ну, фасад, знаете, такой вот Особо ничем не примечательный с этой стороны А вот, по-моему, с дороги, если с той стороны обойти Там более такой симпатичный Когда это место посещал английский путешественник По-моему, это было в 19-м году Он описал его интерьер Сейчас я найду и зачитаю вам И включу Покажу вам, как выглядит он внутри Это вот лестница В общем, он писал В левом крыле находится прекрасный бальный зал С лимонными стенами Освещаемый электрическим светом Больших белых люстр Из венецианского стекла Которые великолепно сверкают Во время государственных торжеств Пройдя через просторный зал для приемов Вы попадете в банкетный зал В зале все блестит От паркета до резного стола Из красного дерева За которым одновременно Можно сидеть 60 человек Кожаные стулья цвета осенних листьев Прекрасно гармонируют со столом Любая вещь, используемая в быту Или являющейся украшением Выполнена с изысканным вкусом Еще больше Ваше воображение поразят резные потолки Изумительной красоты Унаследованные от османской эпохи и их моды Вот В 19 веке писали об этом В общем, с 1961 года В этом старом дворце Располагается Мэрия Белграда Вот по правую сторону тоже Дома 19 века Но вот этот дом Слева, коричневый Видите, там в окнах Как бы занавешено Ну, ремонт, видимо, идет В этих люди живут Но по этим домам Информации я не нашел Кто их строил И когда Так, теперь мне надо пройти к старому дворцу О, вернее, к новому дворцу Я как-то пытался пройти там Напрямую, там все огорожено Меня не пустили Сказали, там президент Вот этот новый дворец был построен В период с 1911 по 1922 год Как двор короля Александра I Короджорджевича Перед ним тоже, видите, парк такой разбит Небольшой фонтан Вот, возвращаясь к старому дворцу Видите, он с этой стороны Как бы более интересный Уже скуптура вот там Наверху Знаете, то ли Лев, то ли грифон с крыльями Да, это, наверное, грифон какой-то Ангелочки вот висят У Лео, видите Возможно, лук Ну, стрелы точно есть А лук Лука не вижу А вправый держит Какой-то букет цветов Или что Давайте, надо показать все-таки С этой стороны Колонны, конечно, смотрите, какие И вот над окнами тоже там Ангелы В принципе, они Да, они похожие все Левый, это ангел Со стрелами А правый С цветами И наверху грифоны Да, с этой стороны реально Здание очень красивое Так, если я по траве Пройдусь Ничего страшного В общем, вот это здание новое Оно задумано и построено В духе академизма И в основе В основе его, как бы, ну, лежит Архитектура Старого дворца Ну, не очень, кстати Мне старое здание больше нравится Постройку этого здания Прервали Во время Балканских войн И Первой мировой войны Ну, и завершили его В 1922 году Не знаю, вот смотрите Вот это новое здание И давайте старое Мне кажется, старое намного интереснее А как вам? Старое или новое все-таки? Все, солнце вышло Сразу припекать начало А, ну, и с 1953 года Вот это здание Нового дворца Используется для размещения Высших Республиканских органов власти Пойдемте в парк Он называется Пионерский В этом парке Там в центре Есть скульптура Девушки с кувшином Ее заказывали в Вене Вот такая площадь Новое здание Сейчас еще с той стороны посмотрим И старое Вот видите Здесь закрыто Я сюда пошел Охранник выбежал Там давай руками размахивай Тебе куда? Я говорю Хочу здание сфотографировать Нет, говорит Нельзя там президент Ну, ладно Пришлось уйти А мы сейчас посмотрим На новое здание Вот с этой стороны Со стороны парка Так, и про девушку с кувшином Надо не забыть Где-то она здесь в парке По-моему, вот там За детской площадкой Мы к ней сейчас придем Так, ну, наверное, только отсюда смогу показать Ближе не подойду Не знаю, Март А вот Мне нравится Больше старое Оно такое Больше, знаете Светлое, во-первых Даже отсюда Светлое Больше вот этой всей лепнины Как-то интереснее А это уже такое Мне кажется Простым Даже вот Смотрю И не за что глазом зацепиться Ну, в общем Оно как бы неплохое Да В общем А вот что-то Какие-то элементы Прям Глаз не цепляет Ничего Так, пойдемте 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 А, давайте вот так пойдем Через парк Там Есть два домика интересных Случайно их нашел Увидел Так, и не забыть про Девушку с кувшином А то сейчас так и уйдем Мимо Пройдем Здесь рассказывается Что посажено Запаха хвои Как таковой нет Не пахнет Хотя вроде оно Хвойное дерево Вот здание Наверное, такое Это современное Стекла побольше Бетонное стекло Так, где это здание? Это вот здесь оно Да, вот это здание По-моему Музыкальной школы Или нет? Нет, это турецкое здание Смотрите Флаг турецкий Музыкальная школа Дальше Тоже интересное Такое О, прошел мимо Ежик Людей побольше стало Я приехал в центр в 9 Вообще никого не было Ну, в кафешках так Немного людей сидит А сейчас прям оживился народ И в парке людей побольше Да-да Старое и новое здание Это единый комплекс дворцовый В целом, я не говорю В общем комплексе Они смотрятся хорошо Между ними парк разбит Здесь парк Все, да А вот если смотреть по отдельности Ну, это опять же мое мнение Так, вот дом с правой стороны Это дом инженера А вообще он называется Дом ассоциации югославских инженеров Его построили в 1933-1935 годах Вот и не скажешь, да С левой стороны Посмотрите Такое прям Кажется старинное Красивое А это обычное Но с историей А музыкальная школа Это вот следующее Это музыкальная школа Станкович Она была основана в 1911 году А строилось оно Как музыкальное педагогическое учреждение Так деревья не дают нам Рассмотреть Красоту здания Я уже до следующего памятника дошел Вот это здание И сверху год указан Хочу показать вам памятник Он, как бы, получается, на окраине парка находится На углу Он называется Смотровая башня из Каймакчалана Этот памятник Является Символом победы Ну, для сербов Сербская армия одержала В Первой мировой войне Победу на горе На горе Против болгар А гора называлась Каймакчалан Ну и чтобы победа, как бы, запомнилась Навсегда Руководство Армии решило Все эти камни Забрать с горы И принести В город Белград И вот из них построили Вот такой памятник Здесь мемориальные доски Кто Участвовал и погиб А это что такое? Смотрите, какая-то книга Хочу посмотреть Не зря же она здесь лежит Ой, она разваливается 1979 год Для чего ее положили здесь? Ой Ладно Не знаю, для чего она здесь стоит Здесь, видимо, вторая книжка должна быть Наверху решетка Пойдемте, памятник посмотрим Памятник фонтан Девушка с кувшином Да, такая, видите Импровизированная гора Я, конечно, сомневаюсь Что вот эти прям все Все камни Были с горы Но какая-то часть Наверняка Вход Закрыт Ирина, думаете, был кроссинг? Место, конечно, да На две книжки Так, вот фонтан Девушка с кувшином Про то, что его заказывали в Вене Я уже сказал Фонтан не работает Интересно было бы посмотреть В рабочем состоянии на фонтан А, у нее из кувшина получается Вода должна была литься Вот такой фонтан Давайте еще раз Видим на парк Тут детская площадка Пойдемте на ту сторону Здесь так свежо Прям вообще Солнце не светит Прям прохладненько Хорошо Сейчас перейдем на ту сторону К зданию Народной Скупщины Кстати, вот эти ограждения Возле Скупщины Тоже постоянно стоят То есть туда пройти поближе Не получится Только издалека Давайте сначала отсюда покажу вам Чтобы оно все вошло в кадр Здесь заседает Высший законодательный И конституционный орган Сербии Строительство этого здания Началось в 1907 году А первый камень Заложил сербский король Петр I Караджоджевич А само же здание Строилось Где-то Наверное До 1939 года Точно потому что Кони были установлены Последними Что там красный есть Машины поехали Ладно, ждем еще А вообще план был 1891 года Ну, изначально Проект Вот по нему его построили Интерьер для него Для этого здания Был создан Николаем Красновым Это русский белый мигрант У меня есть старые фотографии Сейчас дорогу перейду И покажу вам Сербий светофор, кстати О, красный, блин Я бегу Светофоры вообще непонятно Как отрегулированы Вроде все стоят Можно идти Вот я и пошел На красный Ладно Здесь тоже перейду Уж Хочу вам фотографии Показать интерьера Это вот интерьер Дворца А эта фотография Смотрите как Заправка такая Получается, что Вот с какой стороны Эта фотография сделана Наверное, вот с той Не знаю Мне эта фотография понравилась Такая, знаете, похоже Какой-то вот Типа американский городок Заправщик такой сидит Не знаю, почему Ассоциация с Америкой Но вот так Вот такая фотография есть Вот они Трамвайные пути Которые были снесены И старое здание Ребят, успевайте Нет, смотреть фотографии Потому что я так быстро листаю Это такая уже Хотя смотрите, видите Здесь Перед входом Нет скульптур коней Сейчас подойду поближе Чтобы как бы в сравнении Здесь вот они Кони установлены Их установили в 1939 году И как бы называется Эта скульптура Игра с воронными конями Где-то видел, что название пишут Вороны и кони И вороны Я думаю, это Что-то с переводом было Связано Неправильно Неправильно переводчик переводил Это вид получается Со старого дворца С противоположной стороны Откуда мы пришли Так, что еще у меня есть Вот такая есть Это получается как бы сбоку Вот отсюда, наверное Сделано Можно посмотреть Какие здания остались Какие нет Видно купол церкви И здание Но это не здание почты Получается Здание почты, наверное, позже построили Судя по фотографии Какое-то другое здание Там Вдалеке А болото же осушили И построили старый дворец Поэтому болота уже нет Уже есть парк Теперь давайте любоваться зданием Современным Жалко Нельзя поближе туда подойти Над входом Кто там над входом? Ну, тоже два ангела Причем левая Это Женщина Ну Женского пола А справа Мужской пол Огромные крылья у них На коне Посмотрите Так, а можно приблизить Вот так только могу приблизить Второй конь Обычно по выходным Видите, ограждено Здесь стоят Какая-нибудь Стоят сцены Не знаю Ну, не раз не видел Какие-то мероприятия Но сцена Постоянна Сегодня, кстати, ее нет Привет 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 Диск 6 числа в Белграде Буду Потом Новый сад Хорошо Может успеете даже погреться На солнышке Так, еще раз Вид с этой стороны Похоже на здание парламента Ну, не совсем, конечно, похоже Наверное, только с зелеными крышами В Будапеште Здание парламента Ну, там вообще, да Там другое здание Наверное, только крышей Цветом крыши Купола Мы его обойдем С той стороны Тоже посмотрим Впереди здание музея Давайте еще вид На Старый дворец Новый дворец Мы не увидим За парком Ничего, Марта Зато приедете Солнце будет Побольше узнаете О городах Да, спасибо Так, я хотел показать вам Вот то белое здание Интересно, здесь пройду или нет Да, отсюда видно Нормально Сейчас здесь пойду Значит Вот это здание Такое светло Розовое, не розовое Такое слегка розовое Видно, не видно Вот на первом этаже Там на нем изображен Джорджи Вайкович Вайкович вернее Это полковник Сербской армии Так и здание С этой стороны Да, информацию собираю Там, тут Везде, где можно Чтобы было Интересно Узнать Может что-то новое Я и сам Во-первых Для себя Многое узнаю Нового Можно как-нибудь И просто Какой-нибудь Такой, знаете Простой Стрим Устроить Просто прогулка По городу К примеру По Центральным улицам Просто посмотреть Поболтать А вот я еще Факт такой Вспомнил Первый буддийский Храм в Европе Был построен Именно в Белграде В 1920 году Но, к сожалению Его после Второй мировой войны Снесли И где он Стоял Я не нашел Информации На каком месте И вот я хотел сюда зайти И вот отсюда Вам рассказать Что на месте Раньше Вот на месте Парламента Находилась Турецкая мечеть Называлась она Батал Джамия Ее возвели В 16 веке И на тот момент Она была Самой большой И большим Зданием Сербии А еще раньше На этом месте Находилось Римское кладбище Так что Вот такой Круговорот С этой стороны Такого Менее Знаете Оно Менее Оформлено Но вот Над входом Над балконом Вернее Есть два Ангела Они такие же Аналогичные С той стороны Где центральный Вход Там возможно Было не видно Но отсюда Их точно Будет видно Отчетливо Жалко Жалко там погулять нельзя Интересно было посмотреть Вокруг парламента Тоже такой Небольшой Парк Разбит Я хочу Вам показать Здание Старой Телефонной Станции Она Уже Вот Выглянула У меня По левую В сторону Вот Это здание Его Как бы И строили Именно Для Телефонной Станции Построили Его В 1908 Году Так Надо подальше Отойти Третий этаж Был надстроен После Первой Мировой Войны У меня Есть проект Сейчас Покажу Вам Вот Так Выглядел Проект Этого Здания Он Выполнен В сербско-византийском Стиле На Проекте Видно Что Два Этажа А еще Где-то Читал Что Оно Считается Масонским Я Правда Не понял Почему Вроде Я Никаких Тут Символов Масонства Не вижу Если На Центральной Улице Князя Михаила Возле Возле Музея Стоит Треугольник Памятник Там Хотя Можно Как-то Предположить Что Это Символ Масонства Потому что Треугольник Пика наверху Она В воздухе Парит Кажется А здесь Не знаю Где тут Символы Я их не нашел И не увидел Красивое здание Необычное Кстати Для Сербии Такая расцветка Как вам Как вам Ребят Видит Нет Кто-нибудь Символы Масонства Мне До сих пор Интересно Три Три раза Здесь был Может Конечно Над подъездом Вот Герб Сейчас Посмотрим Что-то Там Означает Вроде Тоже ничего не вижу Такого Масонства Круги Наверху Не знаю Просто как бы Такие фигуры Резные Ладно Так Вот это здание Парламента С другой стороны Чуть подальше Подальше Так Все в кадр Попадает И Все видно Можно разглядеть Так Давайте Отправляемся Теперь К зданию Почты Оно даже Является Как бы Главным Зданием Почты Сербии Так А я хочу Через парк Пойти Не хочу По дороге Идти Вот это Здание Почты Наверху Написано Пошта Его Строили В период С 1935 По 1938 Год Ну и Само Здание Его Тоже Как бы Для этих Нуж Строили Для Размещения Почтово-осберегательного Банка Главного Почтампа И Главного Телеграфа И На момент Постройки Это Самое Здание Самое Большое Здание Было Еще На тот Момент Даже Когда Было Королевство Югославия Так Солнце Мешает Вот Оно Тоже Огромное Прямо Ничего себе Я надеюсь Я открытку отправил Она дошла Пока обратной связи не получил Вот открытку разыгрывал Которую Надеюсь дошла А вы знали что при правлении турок В Сербии когда Татары были Дипломатическими курьерами Именно у турок Они доставляли Дипломатическую почту Из Белграда до Константинополя И в пути Они вообще не спали Так как они боялись Что ее похитят То есть по факту От Белграда до Константинополя Они просто скакали постоянно Видимо только коней меняли И все Еще нашел информацию Не помню там фамилию К сожалению Этого татара Там 1800 года Он умер Читал что возле главной Вот этого почты Должно было Сохраниться То ли кольцо То ли диск С фамилией Именем Этого татара Почтальона Так сказать Но я туда подходил Так я и не нашел его Возможно его убрали Или что Не знаю От здания почты Город холмистый Даже видно Что я наверху А там Вдалеке Спуск вниз Так зеленый Пошли Красный Ладно А вот с этой стороны Уже будет здание суда Посмотрите на эти фонари Когда я их увидел Думаю Ничего себе Огромные какие Суд Колонны массивные Фонарь меня конечно поразил Такой большой Пойдемте дальше Так впереди у меня сейчас будет парк Тачмайдан Зайдем в него Солнце печет Я вам скажу Наверное уже градусов По ощущениям Блин 27 Хоть шорты одевай Да здание такое Массивное Большое Красивое Давайте на той стороне Посмотрим что Какое-то правительственное здание Потому что знак Ой знак говорю Флаг Евросоюза И еще чей-то флаг Ребят кто в флагах разбирается Чей флаг висит с левой стороны Синий красный белый Треугольниками Здесь прям так живо все Трамваи ездят Людей побольше Автобусы Можно в этой стороне тоже как-нибудь погулять Просто идти в ту сторону Даже на трамвайчике прокатиться Часть пути Думайте чешский флаг А мне казалось другой чешский флаг Так солнышко прям печет Вот добрался и до парка Ташмайдан Он там туда продолжается дальше На холме Здесь такая площадка для выгула собак За ней детская площадка А вообще в доисторические времена Это место было частью Южного берега Панонского моря И древние римляны здесь вели добычу камней А при правлении Османской империи Здесь добывалась селитра И в 1828 году на этом месте было старое кладбище И располагалось оно на нем до 1885 года Вот это большое здание церкви Это церковь Святого Марка Она как раз таки была построена на месте старой церкви Которая была снесена во время Второй мировой войны А ее фундамент как раз таки и стоит Ну на старой церкви вот этой кладбищенской, да, получается А заложен он был в 1931 году Здесь людей побольше Знаете, почему побольше людей? Потому что она как бы такая величественная, большая И все идут сюда Но надо зайти вот чуть-чуть правее Обойти ее Там стоит церковь старая Вот я ее вам хочу показать А вот это памятник на траве Это патриарх Павел Честно говоря, такая странная скульптура Как бы он сидит в воздухе, парит Вот в эту церковь я знаю точно не зайти с камерой Подождите, у меня есть фотографии Сейчас Так, это вот то, что я успел сделать Фотографию Царя Душана Так Даже видео немного снял Это вот как внутри все выглядит Давайте еще раз включу Может, что не успел посмотреть И фотографии я еще делал Блин, на меня паук запрыгнул, скачет по мне Вот такая фотография А я ночью здесь не был Я был пару раз Пару-тройку раз Днем в основном Ночью не был Туда не пойдем уже Так, давайте заглянем за угол Там стоит церковь Святой Троицы Она была основана в 1924 году Русской белой эмиграцией Вон она, видите С зеленой крышей Поэтому здесь народу много Как бы выходишь Вернее, заходишь в парк Все, она первая тебя встречает Мы пойдем туда В 1929 году Здесь был перезахоронен Главнокомандующий русской армии Генерал Врангель По-моему, его тело из Брюсселя доставили Он там был Там был захоронен сначала А в церкви до 1944 года Хранились боевые знамена Наполеона И османской армии Вот она такая Старенькая Спряталась Туда вовнутрь, кстати, тоже Зайти проблематично с камерой Прямо сидит там Мужик и не дает фотографировать Но я же Сфото сделал Вот такую я фотографию сделал Так, приближу Вот так Почитать, что там написано Это как бы кусок вот этой материи Святым считается Так, и... Я вот такую еще фотографию сделал Да, они не разрешают Я фотографировал как раз вот Вот эту фотографию А зашел мужчина Прямо сходу Давай снимать Ему замечание сделали Я, видимо, спиной стоял У меня просто не видел Ну, странно тоже Когда не разрешают фотографировать Я не понимаю, почему Вот такая фотография есть Это вот как раз Перед ней сделана фотография Это, по-моему, фотография, знаете, когда сделана? Когда ее освещали Да, да, точно А мне же А вот эта церковь старая Святого Марка То есть это вот эта На месте, которое сейчас Большая стоит Вот так она раньше выглядела И вот такая еще есть фотография Это тоже Святого Марка И сената Так, все, пойдемте в парк Говорю, туда мы все равно не попадем Вот этот парк Так, где дорожки? Дорожки, вот дорожка В 1950 году стал городским парком Здесь есть памятник Гейдару Алиеву Помните, я видео снимал Где я на велосипеде Первый обзор был там на велосипеде Я катался И рассказывал, что Чем связан, да, Гейдар Алиев Там к Новесаду Или почему памятник стоит Оказывается, при поддержке Азербайджана В 2011 году этот парк реконструировали А еще вот это место Оно как бы важное для сербов Тем, что в 1830 году Здесь была прочитана Хатишериф Хатишериф это Как сказать Это грамота С этим Хатишерифом Султаном Махмуда Сербия получила внутреннюю автономию А на тот момент Князь Милош Абренович Ну, вернее, тогда он был Просто принцем, по-моему Его объявили князем И самим сербам Предоставлена была Свобода вероисповедания Право выбирать Митрополита своего Фотография У меня тоже Я сейчас покажу вам В общем, с того момента Как бы Княжество Сербии Начало развиваться Свои институты власти у него Так, так Вот такая Это как раз Тут есть торжественное собрание Когда объявили Хатишериф Да, храм такой небольшой Так заходишь там Единственное, я не понял Там какая-то вот Стоит икона Или не Да, по-моему, икона И в ней Цепочки там Кольца Часы Не совсем понял Почему они там висят Может, они Принадлежали там Царской семье Или что Если кто знает Напишите Марта, может, вы знаете К чему там Все эти атрибуты Вот такой большой парк С той стороны Стадион Детская площадка Этот парк Как бы Наша финальная С вами Точка Пишите Пишите Свои вопросы Комментарии Давайте Поотвечаю на них На сегодня Потому что у меня Все Буду заканчивать Ребят Лайки Прожмите Кто не поставил Кто не подписался Подписывайтесь В следующую пятницу Выходит видео Про город Обреновец Обреновац Правильно Это такой Своего рода Курорт Находится он Здесь недалеко От города Минут 45 На автобусе Я уже там побывал Там купальни Лечебные воды Интересный городок Есть там дом 18 Год Да 18 века 18 века Я попал В этот дом Хозяйка меня пустила Поэтому будет интересно Думаю Посмотреть на него Как там люди живут В этом доме сейчас Так вопросов нет Да я так понимаю Да Мне даже говорю Старый храм Он больше Симпатичен Кстати Многие сервы Я знаю сервов Говорят Что вот этот Храм Он больше стал Такой знаете Ну Ради денег Наживы Там продают То и это И кто Верующий Прям такие вот Они ходят В тот маленький храм Ну вот это конечно Тоже большое посещают Вот такие Высказывания слышал Да спасибо Спасибо Марта Всем спасибо Что пришли Что поддерживаете Все ребята На этом заканчиваю Как всегда Лайки В принципе Я повторяться не буду Я уже все сказал Увидимся Все Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok